Прядка десяти юношей и девушек, учеников и учениц учреждения образования Ленинского района Бреста чествовали на торжестве в администрации Ленинского района областного центра. Эти умники и умницы стали победителями и лауреатами Республиканских олимпиад и научно-практической конференции в числе лучших, как представителей кузницы-отличников района гимназии номер один, так и ребята из других учебных заведений. Ленинский район города Бреста уже на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции по числу победителей, вот заключительных, таких самых больших для системы образования Олимпиады конкурсов. В нынешнем учебном году дипломантами Республиканской Олимпиады заключительного ее этапа стали девять учеников Ленинского района. В этом году наряду с ребятами из первой гимназии, которых мы традиционно награждаем, традиционно о них говорим, у нас появились победители из средних общеобразовательных школ, восьмой школы по географии, пятой школы по биологии, девятой школы по русскому языку. Это, наверное, очень важно. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, некогда сказал Великий Пушкин. Их, этих открытий немало в Ленинском районе. И они достойны высших наград. Победители областных, республиканских Олимпиад, они уже лидеры. В чем секрет их успеха? Это хороший учитель, толковый ученик и, конечно, хорошая поддержка семьи. И, конечно, мне приятно, как главе администрации Ленинского района, сегодня сказать, что по результатам конкурса Ленинский район в целом по области занимает первое место по количеству участников и полученных результатов. Среди тех, кто стал победителем и лауреатом Республиканской Олимпиады по географии, Денис Рабчук, учащийся 11 класса, гимназий номер один города Бреста. Молодой человек увлекается этим предметом давно и отмечает, что для того, чтобы занять первое место по географии, необходимо хорошо разбираться как во всем материале, так и в жизни. С одной стороны, этот предмет в половине случаев, скажем так, то есть физика, географическая часть, она довольно точна, что, с одной стороны, как бы, ну, придает некоторую привлекательность для меня, с другой стороны, во многом, и это сама дисциплина, она подразумевает то, что, ну, подразумевает разные части, собственно, жизни, мира, и то, что они связаны друг с другом, возможно, даже самыми неожиданными путями. Удостойны наград и поздравления от руководства Ленинского района города и учащихся средних школ. Сами виновники торжества признаются, такое внимание приятно, а побеждать всегда в радость. Однако подчеркивают, они просто любят то, чем занимаются. Среди тех, кто считает процесс постигания наук увлекательным, Ангелина Гайцук. Девушка не пропустила ни одной олимпиады по русскому языку, начиная с пятого класса. Русский язык – это по-настоящему интересный предмет, который меня увлекает уже очень долго. Наверное, потому, что я настолько долго изучаю тонкости языка, сейчас и получилось это в самом деле желанная и заслуженная победа. Долгий труд, отсутствие большого количества отдыха, конечно, сказывается на желании чего-то достичь. Чем больше работаешь, тем больше ожидаешь от себя успеха, и поэтому все-таки получить желаемое – это огромное счастье. Достичь этой желанной победы девушке помогала Татьяна Сементович, учитель русского языка и литературы в средней школе номер 9. Ангелина – это, конечно, далеко не первая победа, и мы к этому шли очень долго, потому что участвовать в олимпиадах Ангелина начала еще с пятого класса. Вот, поэтому эта подготовка, конечно, многолетняя, и за такой красивой победой, за красивым дипломом, красивыми словами, конечно, стоит очень большой труд. Вот много-много-много труда, ну и, конечно, талант еще тоже ученицы. Одна пословица гласит, что человек учится не для школы, а для жизни, и это действительно так. Ведь те успехи, которых ребята уже достигли, завоевав лидирующие места на заключительном этапе республиканской олимпиады – это билет по данному профилю в высшее учебное заведение без экзаменов. И как тут не вспомнить пословицу – всякое дело результатом славится.